Куда идти учиться? Как общаться с неадекватным пребудом? Как повысить собственную эффективность и добиться больших результатов в собственном развитии? Уникальный канал, где обычный учитель делится проверенными советами. Ссылка по аннотации и в описании. А эту? Мне же не придется распутывать все кривые с числом вращения единица. Конечно нет. Нам просто нужен общий подход. Вот. Помнишь, я говорила о простом способе превратить одну кривую в другую, если можно делать перегибы? Да. Просто плавно перейти от одной кривой к другой. Именно так. Когда у кривых одинаковое число вращения, этот принцип можно немного изменить, и тогда перегибов не будет. Хитрость в том, чтобы сделать кривую волнистой. А можно на более простом примере? Конечно. Для начала мы пометим небольшие участки кривой, на которые будем обращать внимание при трансформации. Сконцентрируемся только на них. Переместим центры этих участков прямо к нужному расположению на окружности, не вращая их. Затем повернем каждый участок так, чтобы он совпал со своим кусочком окружности. Хорошо. А как же участки между ними? А здесь мы как раз используем волны. Немного искривим эти участки, чтобы получилось что-то вроде волн. Тогда помеченные участки смогут свободно перемещаться вокруг друг друга, если будут более или менее параллельными. О, понятно. Участки могут перемещаться, не создавая перегибов. Верно. Вот как выглядит вся трансформация. Голубая исходная кривая создает перегибы, но волнистая кривая ведет себя как пружина, поэтому остается гладкой. Когда мы поворачиваем помеченные участки, чтобы те совпали с линией окружности, нужно держать их более или менее параллельными. Это можно сделать, если число вращений исходной кривой равно единице. А почему нельзя этого сделать, когда число вращения не равно единице? Давай посмотрим, что будет, если попытаться сделать это с восьмеркой. А здесь и изначальная, и конечная кривая имеют число вращения ноль. Используя этот способ, или какой-то другой, всегда можно превратить одну кривую в другую, если у них одинаковое число вращения, гласит сериума Уитни Грауштейна. И это как-то связано со сферой? Еще как! Подумай о том, что сфера — это стопка из окружности, напоминающая бочку с крышками сверху и снизу. Так же, как мы поступали с кривыми, для удобства разделяя их на помеченные участки и волны между ними, мы пометим некоторые полосы нашей бочки, а оставшиеся полосы сделаем волнистыми. Сверху и снизу волны плавно сглаживаются. Чтобы соединиться с крышками. Хм, кажется, дело становится сложным. Тогда для начала посмотрим на одну помеченную полоску и крышки. Сначала пропустим крышки друг через друга. Но когда я раньше так делал, получался перегиб. Остановимся до того, как он появится, пока посередине есть петля. Теперь будем вращать крышки в противоположных направлениях, чтобы петля в центре превратилась в перекрученную ленту. О, я знаю! Прямо как ремень. Если сделать петлю, а затем потянуть за концы, то петля превратится в перекрученную ленту. Именно. Потом можно выкрутить ремень, повернув каждый конец на полуоборота в противоположных направлениях. И в заключение, остается только вернуть середину помеченной ленты на свое место на окружности. Хм, а можно взглянуть на две ленты сразу? Конечно. Можно заметить два места возле центральной оси, где полоски пересекаются. А золотая сторона, которая раньше смотрела наружу, теперь находится внутри. А теперь все помеченные полоски сразу. Крышки двигаются только вверх и вниз, а затем вращаются на месте. А, вот почему им не нужны никакие волны. Именно. Теперь посмотрим на две полосы и всю волнистую поверхность между ними, от полюса до экватора. Этот кусок — одна из составных частей всего процесса. Целая сфера состоит из 16 таких же кусков, только перевернутых. Выглядит довольно сложно. Да. Но все волны полностью следуют за движением полос, которые ты уже видел. Можно теперь от полюса к полюсу? Да. Волны создают пружинность между полосками, поэтому их движение не создает перегибов или складок. Прямо как волны на кривой, как мы видели раньше. Дай мне посмотреть на весь процесс. Между помеченными полосками мы сделаем волны. Потом пропустим крышки друг через друга. Затем будем вращать крышки, чтобы распутать петли. И протолкнем экватор через центр сферы. В конце разгладим волны. Я все равно не понимаю, можно ли рассмотреть это как-то еще? Хорошо. Разделим сферу на тонкие горизонтальные ленты. Будем смотреть только на одну из них. Вот северный полюс движется навстречу южному. Внизу он довольно сильно сжимается. Относительно друг друга помеченные полоски остаются на месте, так что волны не становятся слишком глубокими. Полоски ближе к экватору ведут себя сложнее. Разделим экран, чтобы выяснить, что происходит. Справа. Камера показывает вид сверху, и размер ленты не меняется. С этой стороны видна симметрия, которую нельзя увидеть слева, где мы видим положение полоски в пространстве. На экваторе полоска только переворачивается, а не двигается вверх или вниз. Подожди-ка. Это выглядит прямо как та стена, по которой ехал вагон. Здесь она выворачивается наизнанку, а ты говорила, что это невозможно. Я покажу еще раз. Помни, что те стены представляли окружности, поэтому они оставались вертикальными. А здесь лента может вращаться в пространстве, потому что это часть сферы. Еще один способ понять процесс — это последовательно рисовать поверхность на каждой из важных стадий. это стадия создания волн. Здесь мы пропустили крышки друг через друга. Это середина стадии выкручивания. Смотри, что происходит вдоль экватора. В конце стадии выкручивания волны практически стали восьмерками. Здесь мы проталкиваем экватор через центр сферы. В конце разглаживаем волны. Теперь сфера полностью фиолетовая. Ух ты! Кажется, я готов снова посмотреть все целиком. Смотри! Да, ты права. Сферу и правда можно вывернуть наизнанку, не делая в ней дырок и перегибов, хотя для окружности так сделать нельзя. Это здорово! Кто-то должен сделать про это видео! Спасибо за просмотр! Автор перевода — Екатерина Леонтьева. Ролик озвучен студией Джош Зо специально для канала Макара Светлого. Переводaal Макара Светлого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok